В Батаревском районе прошли республиканские конкурсы осеминаторов и зоотехников. Подробнее в нашем сюжете. Ученый, лаборант, психолог. Все эти профессии сочетаются в одной оператор искусственного осеминения. Специалисту нужно не только проверить биоматериал, но и найти подход к каждой буренке. От мастерства этих людей зависит, сколько молока и мяса получит хозяйство в будущем. Я в этом конкурсе первый раз участвую, потому что волнуюсь очень. 18 техников и 21 осеминатор за звание лучших. Из лучших боролись специалисты из разных районов Чувашии. Например, Владимир Ефимов третий год подряд участвует в конкурсе. Столько же работает на хозяйстве. Два года подряд занимал призовые места. Первое место среди молодых осеминаторов. Работа осеминатором нелегкая. Он требует хлопот с утра до вечера. В этом году специалист тоже рассчитывает на призовое место, но это не так просто. В конкурсной программе четыре практических испытания и теория. При какой температуре размораживается биоматериал, сколько для этого требуется времени. Об этом специалисты подробно рассказывают на экзамене. Каждому участнику был раздан тестовый лист. И на каждом листе, в общем, каждому участнику был задан 10 вопросов. И участники должны были правильно ответить на все эти 10 вопросов. За каждый правильно ответственный вопрос участник получает 1 балл. На этот этап был выделен полчаса времени, 30 минут. Участники справились со своей работой в течение 15 минут. Они ответили на все 10 поставленных вопросов. У зоотехников-селекционеров своя программа конкурса. В теории и практике у них сплошные расчеты. Своевременное мечение, контроль за содержанием коров, сотрудничество с ветеринарной службой. Каждое передвижение животных должно быть отражено в документах. Вообще в республике особое внимание уделяется развитию селекционно-племенной работы в животноводстве. Сельхоз товаропроизводителям предоставляются субсидии по разным направлениям. И племенное дело одно из них. Искусственным осеменением охвачено 100% поголовье коров. Это позволяет не только избавиться от многих болезней, но и значительно повысить продуктивность в частных подворьях. В итоге никто не остался без награды. Каждому участнику вручили ценные призы и благодарственные письма. А лучший ассиминатор представит нашу республику на всероссийском конкурсе. Он пройдет 29 августа в Кировской области. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Игорь Зверев, Республика.